приветствую моих зрителей рад что вы возвращаетесь к просмотру новых роликов на этом канале сегодня очередной на этот раз седьмой обзор французской антарктики и субантарктики постараюсь быть краток но приводить интересные факты в конце обзора вместе изучим одно почтовое отправление из тех южных широт если понравится не скупитесь на лайки пишите комменты под видео делиться роликом со своими друзьями это поможет расширить круг коллекционеров которых сегодня не так уж и много итак теперь о марках марка номер па-37 напомню нумерация идет по иверу авиапочтовая 74 года металлография посвящена столетию всемирного почтового союза штаб-квартира этой международной организации находится в берне в швейцарии еще российская империя являлась одной из стран учредителей впс сегодня в него входят 192 страны каждый новый участник может быть принят если проголосует не менее двух третий стран участников вот марочка столетия почтового союза марка номер 159 1991 года южно-морской котик всего их 8 видов котиков а в нашем случае это скорее всего кергеленский впервые описаны в 1875 году немецким зоологом вильгельмом петерсом а в 1830-х вид был почти полностью уничтожен охотниками но несколько колоний выжили на маленьких островах с тех пор вид находится но восстановился и его судьба больше не вызывает опасений если очень хорошо присмотреться то слева вверху указана фамилия автор миниатюра вот здесь вот под лупой вы увидите это гравер андре лаверн ученик жанна дель пеша и автор более 200 марок франции и связанных с ней территории марка авиапочтовая па 69 1981 года на ней изображен спутник орел 3 вот спутник советско-французского проекта аркад 3 в течение почти шести лет страны совместно изучали процессы магнитосферной плазмы электромагнитных полей и полярного сияния советский союз проекте представлял доктор физико-математических наук юрий ильич гальперин а францию значит ари ремеш из тулузского национального центра космических исследований следующая марка нашем обзоре марка 137 88 года металлография парусник фортуна значит напоминает нам про экспедицию французского флота под командованием лейтенанта киргилена открывшего архипелаг киргилен киргилен сообщил военному министру что открыл не архипелаг островов а южный континент но это оказалось ошибкой сильно преувеличив значение своего открытия киргилен будет судим за это ведь он даже не высаживался на этот до этой земле чтобы убедиться что это не континент а около 300 мелких островков впоследствии архипелагу киргилен злосчастому дадут имя этого человека марка номер 121 вот она 86 года изображает судно полярный медведь название указано на норвежском я не смогу его выговорить перевод полярный медведь она была построена в норвегии в 75 году с него велась в начале охота на тюленей потом его использовала французское правительство в различных миссиях в южном океане пока в 95 году его не приобрел greenpeace и его не переименовали в арктик sunrise судно было известно борьбой с незаконным китобойным промыслом и кстати в 2010 году столкновение с российскими властями интересный вопрос изучите сами далее красивая очень сцепка из трех марок номер 272 а 2000 года на нижнем поле можно увидеть что реально сцепку издали 14 сентября вот здесь вот 99 года но выпустили продажу в 2000 году марки изображают снижение популяции антарктических птиц императорских пингвинов альбатросов островов хорозе созданию демографических баз данных в орнитологии так следующие марки марка номер 295 2001 года посвящена радиолюбительской связи архипелага крозе южных островов и российской космической станции мир вот здесь изображена российской космической станции мир вот значит кстати в том же 2001 году когда и была выпущена марка 23 марта станция была уничтожена как устаревшая проработав на околоземной орбите почти 15 лет следующий марка номер 527 2009 года раковины моллюсков вот здесь видите вот изображена раковина они используются в качестве ну как бы архива изменчивости климата в полярных широтах геохимия минерализованных тканей чувствительно к физико-химическим изменениям морской воды раковины двухстворчатых моллюсков в этом аспекте были исследованы в специальной программе маккарби это аббревиатура вот она вот здесь указана на марке посвященной этим исследованием изобразили антарктического гребешка попробую сказать на латыни адамусиум адамусиум кальбеки вот я с латынию традиционно не дружу и нырячка который вот к нему ныряет чтобы поднять на поверхность и изучить следующая марка номер сто двадцать четыре восемь седьмого года представляет золотоволосого пингвина или как у англичан он называется пингвин франт внешне он похож на пингвина шлегеля или пингвина маккори это такие эндемики раньше их даже объединяли в два подвида одного вида сегодня считается что золотоволосый пингвин это отдельный вид все таки его даже поместили на флаг и герб британской заморской территории южная георгия и южные сандвичевые острова это марках дальше я обещал перейти к обзору одного антарктического отправления попавшего мне коллекцию покажу вот она всем будет видно наконец наклеили две марки с изображением кораблей первая марка номер семьдесят пять семьдесят девятого года вертолетоносцем жанна д'арк вторая марка номер шестьдесят семь вот красненькая это марка семьдесят седьмого года марка истерии на ней изображено судно ледового класса тала дан вообще вот эта марка вторая очень хорошо вписалась в тематику этого отправления ведь полярный корабль тала дан и должен был доставить письмо от французской антарктической станции дюмон дюрвиль которая базируется на земле адели в антарктиде вот видите здесь печать дюмон дюрвиль территория адели или земля адели как мы называем 18 декабря 1981 года вот печать тала дан и изображение того же корабля что иномарки очень здорово корабль тала дан был построен в 1957 году в датском ольберге его название сочетает скандинавское имя тала женское и указание на датское происхождение слово дан как видно из информации на штемпеле вот здесь и здесь вот здесь и здесь корабль принадлежал датской компании линии лаурецена основанной в копенгагене в 1884 году в 2014 году грузовой флот этой компании например насчитывал 150 грузовых кораблей тала дан в 57 году и вплоть до 1982 года фрахтовалась австралийским национальными антарктическими экспедициями и совершала длительные переходы из Дании в Австралию представьте себе зрительно как вот из Дании то есть сверху из северных широт в южную и в Австралию французы тоже это представили просекли тему так сказать и воспользовались этим стали фрахтовать талу дан по пути следования загружая его во французском Гаври и разгружая в Дюмон-Дзюрвиле на своей антарктической станции на конверте имеется также личная подпись мастера корабля вот она почему мастера спросите вы если человек изучал навигацию на практике постепенно сдавая экзамены и получая сертификаты компетентности то в конечном итоге в Дании он становится мастером мастер на следующем штампе надписи полярный корабль вот полярный корабль талу дан антарктические операции уже через год в 1982 году талу дан сменит флаг на бразильский и корабль будет переименован в честь одного бразильского адмирала то есть вот это вот последний год хождение талу дан именно под этим названием в бельгийский городок Бланкенберге что у северного моря Бланкенберге вот здесь написано конверт доставит не почта а сам отправитель в своих вещах это можно понять по отсутствию бельгийского почтового штемпеля на обороте видите чистенько все клапан конверта кстати вот покажу вам тоже никогда не заклеивался вот так как ну конверт не содержал письма зато он сохранил для нас славную историю судна талу дан которое бразильцы так и не продали в австралийский музей австралийцы хотели выкупить это судно для музея а бразильцы пустили его под нож в 2007 году вот такое вот отправление на этом на сегодня все не стесняйтесь ставить лайки комментировать отправлять друзьям это видео доброго вам здоровья и успехов в коллекционировании Willie ched camping jumping everyone давайте inker и ти зачем